Итоги сезона 2014 В 2014 будут подведены в декабре На Всекрымском съезде лидеров туриндустрии Эта встреча станет площадкой Для обсуждения стратегии Нового туристического года Об особенностях нынешнего сезона Говорили недавно в Ялте На выездном заседании Совета Министров Республики Крым По словам министра курортов и туризма Елены Юрченко Нынешний переходный период Позволил выявить основные проблемы отрасли И скоординировать усилия Для их решения Хочу сказать о том Что эти 152 объекта коллективных средств размещения Которые будут работать в осенне-зимний период Максимально большинство из них составляют Безусловно санатории Поэтому Крым остается медицинским курортом Оздоровительным курортом И все что связано с улучшением здоровья С улучшением качества жизни Здорового образа жизни Конечно все это можно реализовать здесь в Крыму Создание единого окна позволит ускорить И упростить процедуру переоформления документов С 1 января по 1 июня 2015 года Все крымские объекты размещения должны пройти обязательную классификацию Министерство курортов совместно с Минздравом Везет работу по продлению или выдаче лицензий Для предприятий, которые оказывают медицинские услуги Особо хочется обратить внимание В осенне-зимний период Это конечно объекты оздоровительной направленности Это те объекты, которые располагаются по комплексами Таких у нас порядка 35, как я уже говорила И честно говоря, те программы, которые они предлагают В самом деле радуют И однозначно могут конкурировать с подобными программами Скажем, ближайшей Турции, Египта или Греции Тот факт, что по результатам опроса Только половина гостей Большой Ялты Намеренно сюда еще вернуться Заставляет серьезно переосмыслить Подход к организации крымского отдыха Конечно, большинство недовольных Это курортники, которым пришлось Простоять в очереди на Керченской паромной переправе Однако немало нареканий Вызывает несоответствие цены и качества услуг Стоимость услуг, конечно, вызывает сомнения Действительно, сегодня Ялта, с учетом короткого сезона Не могла предоставить соответствующие услуги Которые по параметрам были бы сопоставимы с Турцией К примеру, той же или Болгарией Турист будет тогда только приезжать сюда Когда к нему будут отношения и властей, и местных жителей И персонала обслуживающего Будет действительно на высоком уровне Вопрос повышения качества обслуживания Относится к разряду стратегических Крымский туризм, который долгие годы практически не развивался В это трудное время получил поддержку Федерального правительства А еще к нам поехал принципиально новый турист Он готов оплатить недешевый перелет Качественный отель и увлекательную экскурсию Потому что он любит Крым Ценит культуру и историю полуострова Разве вправе мы такого гостя разочаровывать? Мы поехали в Крым из патриотических чувств Исключительно потому, что Крым всегда был наш исторический регион Я впечатлена красотами Крыма, историческими местами И мне кажется, это всегда была исконно русская земля Я увидел здесь доброту людей Я увидел здесь открытую душу Я увидел своих соотечественников Которые наконец-то присоединились к своим землякам К своим братьям и сестрам Я просто в шикарном настроении после посещения Крыма И мы для себя приняли решение, что теперь этот регион будет в повестке наших путешествий Мы побывали в Ботаническом саду, Воронцовский дворец И была просто обзорная экскурсия по Крыму Зимой мы планируем приехать сюда с детьми Побольше узнать, побольше путешествовать Каких-то 150 лет назад поэт писал Незнакома ей известность Об Алуште не писали Но в Крыму найдешь едва ли привлекательнее местность Окрестности Алушты Прекрасный маршрут для любознательного туриста Красота местности удивительным образом Сочетается с памятниками прошлого С именами творческих личностей Оказавших огромное влияние на становление курорта На формирование его особой энергетики Если взять, допустим, женщину удивительной судьбы Марию Сосногорову Славич Основательницу, по сути, профессорского уголка Ибо она первая поселилась в долине Чалмекчи И когда у нее Марков писал свои знаменитые очерки Крыма Он в этих очерках описывал ее как отшельницу Она прожила среди крымских татар Они любили друг друга Они понимали друг друга Евгений Марков писал Отшельница Чалмекчи совершает дальние поездки в горы Для осмотра древних памятников и интересных местностей Для пополнения новыми данными своего путеводителя Она пленила и других своей пустынькою Мало-помалу к ней, как патриарху Костели Стянулись с разных концов люди Которые поняли прелесть этого пустынного уголка И этой пустынной жизни Когда здесь появляются Головкинский, Таюрский и Голубев впоследствии То они покупали землю исходя из своих финансовых возможностей А затем уже появившись здесь Они стали тем магнитом Который стал притягивать людей такого же уровня и склада ума Когда и физик умов знаменитый появился И Кандаков, и академик кирпичников Лучшие педагоги России создавали в Алуште систему народного образования Своей искренностью, душевной нерастраченностью и готовностью помочь Они находили здесь единомышленников В конце 19 века сюда приезжает на лечение Елена Адревна Воронова Она приехала в Ялту Но из-за отсутствия физических сил она вынуждена была остановиться в Алуште Но человек деятельный, кипучей энергии, желающий что-то отдать И она начала организовывать школу, которой не было в Алуште на то время Сначала в доме у хозяйки, у которой снимала квартиру Затем количество детей увеличивалось Это были в основном дети крымских татар Родители которых были рады, что они получают образование В скором времени она довела эту школу до такого совершенства, что она стала министерской В книге «Школа в Алуште» Елена Воронова красноречиво описала Жизнь своего детища от основания до передачи его в правительственные руки Ей было все равно, какой национальности человек Ей хотелось просто дать этому ребенку как можно больше для его становления Для становления его личности Чтобы у него не развился комплекс неполноценности Чтобы, может быть, действительно не развилась мания величия Ибо, как по мне, то как раз столкновение этих вещей, если они в людях есть, приводит к конфликту Российские педагоги в Алуште старались приобщить местных ребятишек к красоте и искусству Воспитать в них уважение к историческому прошлому крымской земли Они просто хорошо делали свое дело Как, допустим, Дмитрий Иванович Тихомиров, приехавший сюда в Алушту, ну, по крайней мере, купивший землю в 1883 году Человек с большой буквы педагог, получивший золотую медаль на Парижской выставке 1900 года за литературные педагогические труды Человек, по азбуке которого обучились миллионы детей Воспитанники Дмитрия Тихомирова никогда не делали грамматических ошибок и неверных ударений Это было чудо, в основе которого лежали удивительные книги и пособия для учителей, написанные выдающимся педагогом До революции его учебники вышли тиражом в 7 миллионов экземпляров В Алуште Тихомиров приобрел земли и выстроил прекрасную виллу роз Средства от сдачи комнат курортникам он тратил на благотворительные цели Уступил свою землю практически за бесценок участок в центре города для строительства земской школы Которая была построена в 2012 году и в 2015 году получила его имя Причем деньги, которым выплатила городская управа с условием, что без процентов и когда сможет Он практически все вернул и попросил, чтобы детям курс виноградарства и садоводства устроили в школе Учитель, лицо города, любил повторять последний дореволюционный мэр Москвы Михаил Челноков И в этом было отношение российских властей к образованию Не случайно столичные педагоги и в Крыму формировали культурное сообщество, открывали школы Это все равно, что ты стоишь в яме или ты стоишь на горе Вот образование – это те кирпичики, которые позволяют тебе подняться и увидеть картину более полно И соответственные выводы будут твои более точными И ты не ошибешься в своем отношении к человеку ли, к природе ли, к делу ли А еще обитатели профессорского уголка, владельцы Алуштинских дач Верили в бесконечную будущность и бесконечное богатство Крыма Только широкий истинно государственный взгляд на потребности Края мог бы сообщить плодотворный смысл Такой взгляд должен господствовать над отдельными интересами и стремиться к одной своей главной цели Сказанное Евгением Марковым больше ста лет назад, а как будто про нас Алушта как курорт всегда находилась в тени популярности шумной аристократки Ялты Но сегодня, когда рекреационный ресурс у преуспевающей соседки практически исчерпан У Алушты появился шанс высиять в блеске собственной славы Еще основатель профессорского уголка Николай Головкинский утверждал Только лучшие места Италии и Франции могут выдержать с ней сравнение А современные курортологи убеждены Ни один курорт Средиземноморья не может соперничать с Алуштой По уникальности климата и богатству парков Чтобы жемчужина обрела достойную оправу, нужны капиталы и эффективная система хозяйствования Мы занимаемся реорганизацией административной единицы Мы создаем большую Алушту в том понятии, в котором мы много раз ее употребляли Но это было не так, ведь это был город и отдельное поселение А сейчас активно работают на том, что это была большая Алушта И под руководство города было передано все составляющее от Портенита до Приветного Рекреация – главная отрасль Алуштинской экономики Она дает основные поступления в бюджет и рабочие места Мы рады тому, что этот курортный сезон продлен К нам поехали россияне, россияне из отдаленных России И это радует того, что наш город заработает как город-курорт круглосезонно Сегодня у нас есть здравницы, которые имеют лечебную базу И база достойная, она прошла аккредитацию, она соответствует российским стандартам Федеральное правительство выделило более 2 миллиардов рублей На закупку путевок в крымские здравницы в осенне-зимний период Социальный заказ получили и алуштинские санатории На сегодняшний день 12, но остальные руководители думают и стараются для того Чтобы тоже поучаствовать в интендерах и получить эти социальные путевки Которые дают 100% гарантию от круглогодичного пребывания Руководствуясь правилом, под лежачий камень вода не течет Алуштинцы приступили к активному продвижению своего туристического продукта Сразу же в сентябре месяце, когда схлынул основной поток отдыхающих Мы в городе, казалось бы, в конце сезона Но мы посчитали, что это очень разумно, мы провели свою ярмарку Предложено поучаствовать всем крупным предприятиям, промышленным предприятиям Всем крупным заводам России или другим учреждениям Которые заинтересованы в массовом приобретении путевок для своих работников Мы провели это в нашем Рэдисоне Показали уровень возможности проведения не только таких ярмарок, но и научных конференций В этом году Алушта стала площадкой по реализации федерального проекта «Моя Россия» Участниками которого стали 2000 школьников из 80 регионов страны В Алуште прошел первый всероссийский фестиваль военно-патриотической песни И первый республиканский фестиваль крымских сувениров А в ближайшее время планируется выставка изделий местных ремесленников Что делаем в этом направлении? Чтобы Алушта была интересна еще туристам И как та изюминка историческая Создается союз предпринимателей, который объединит всех Так, чтобы рабочие места были предоставлены для наших алушенцев И в то же время было интересно нашим туристам Треть трудоспособного населения Алушты занята в рекреационном комплексе Столько же на предприятиях туристической инфраструктуры От работы индустрии отдыха зависит практически каждая алуштинская семья А значит, в эффективном развитии курорта заинтересованы все Объекты этнографического туризма эксклюзивны Этим они и привлекают туристов А главное, такие маршруты создают позитивный имидж региона Как площадки для многостороннего диалога культур Так считают авторы проекта «Мозаика народов Крыма» Оценить, насколько интересны разработанные туры Предлагают сначала коллегам, экскурсоводам Недавно специалисты Министерства курортов И Крымского этнографического музея провели презентацию нового маршрута Знакомство с русской культурой Строя здесь первое жилище, солдаты вбивали в землю колья Обвязывали их ветками и мазали глиной А сверху белили известью Проезжая мимо села, следуя в Карасубазар Екатерина II восхитилась видом белоснежных домиков И воскликнула «Быть тебе Мазанкой» Село Мазанка Симферупольского района Одно из первых русских поселений В конце XVIII века здесь обосновались отставные солдаты В жены им привозили девушек из центральной губернии России Перед испуганными и уставшими от дороги невестами Раскладывали головные уборы Выбирая картуз, девушка получала в мужья его хозяина Священник проводил обряд венчания И молодым устраивали общую свадьбу Этот исторический момент театрализованно представили гостям Учащиеся Мазановской школы Ой, ты, Мазанка, моя русское селение По указу Катерины было заселение Игра и гармония весели народ Еще не вечер для вас пойдет В Крыму более ста народностей проживает И использовать тот потенциал, который обладает Крым Конечно, наша задача Поэтому же мы провели ряд маршрутов в прошлом году И продолжаем этот цикл в этом Был проведен маршрут немцев в Крыму Сейчас мы с вами находимся на маршруте знакомства с русской культурой До поездки в Мазанку Участники маршрута посетили Крымский этнографический музей И познакомились с русской экспозицией выставки Мозаика культур Крыма Еще великий конфосий учил Скажи мне, и я забуду Покажи, и я запомню Говорил словно о музеях О предметах, документах, реликвиях тех лет Что давно ушли в прошлое Уже нет в живых Юрия наскрепника, собравшего уникальную коллекцию самоваров Но благодаря этому человеку мы можем полюбоваться творением рук старых мастеров Русским самоваром пользовались все народы Крыма Немцы называли его «Вассер-автомат» Самоварное дело приносило хороший доход Только в Туле перед Первой мировой войной выпускали почти 700 тысяч штук в год Самовары простых форм продавались на вес Один пуд стоил 15 рублей С историей самовара связана и история русского чаепития Секретами этого мастерства специалисты музея поделились с гостями Сейчас трудно представить, но люди долго привыкали к новому напитку И пили его поначалу как лекарство А православная церковь и вовсе считала сушеную китайскую травку бесовским зельем Сегодня эликсир бодрости – атрибут дружеского общения Каждый раз на подобных экскурсиях мы прежде всего встречаем каких-то очень интересных людей И очень интересные люди, они дают массу информации дополнительной, которая позволяет раскрыть Крым, скажем так, всегда более интересно Ну и это очень действительно полезно нам в нашей работе В программу маршрута организаторы включили мастер-класс по изготовлению русской народной куклы Мотанки И не случайно кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья Терепичная кукла несла в себе определенную функцию Считалось, она храняет детский сон и оберегает ребенка от злых сил Знакомство с историей народной игрушки было продолжено в Центре декоративно-прикладного искусства народов Крыма Этот уникальный музей создан руками замечательного мастера Веры Глинки Я никогда нигде не училась этому, я по образованию биолог Но считаю, что не боги горшки обжигают И если что-то сделано руками человека, то это можно повторить Поэтому очень хотелось научиться всему И вот сама доходила, начинала, первую свистульку я сделала Еще не было интернета, еще не было мастеров, которые могли бы научить Вот, я добивалась 6 часов, чтобы она засвистела Мастер освоила 40 видов различной техники Участники маршрута смогли оценить ее выставку «Мы все родом из детства» Верно говорят, душу надо согревать музеями, а не истинные обереги народа Мазанка для крымчан, это будет интересно Первое поселение, роднички, вот эти монастыри, это будет интересно То есть такой эксклюзивный маршрутик А для массового, я так говорю, для массового потребителя Наверное, какие-то элементы можно будет взять Первая церковь в Мазанке была деревянной Но село росло и решили строить каменный храм Место выбирать не пришлось, оно было указано свыше Сельский пастух пас овец на холме рядом с деревней И увидел в траве икону Это был образ святителя Николая Николу Угодника на Руси любили и почитали Проект разработал архитектор Михаил Комарицкий И уже в декабре 1896-го здесь прошло первое богослужение В конце 30-х храм закрыли, но, к счастью, не разрушили Во время войны службы возобновились Светлый, уютный храм принимал людей со всего Крыма По мнению участников поездки, Мазанка одинаково интересна Любителям паломнических туров и тем, кто предпочитает сельский зеленый туризм Ярких объектов показа у нас в Крыму, скажем так, предостаточно Но их нужно преподнести людям Инфраструктура – это, конечно же, пропасть, в которую нужно вкладывать большие деньги Но я думаю, что люди поймут, что вклады эти обернутся для них заработком Ну, в принципе, туризм – это сфера заработка Когда власть поддерживает, то, конечно, и работать легче, и маршрут разрабатывать легче, и пользы гораздо больше Говорят, покуда помнят – жив народ Культурно-этнографические маршруты укрепляют нашу историческую память А воспитание и уважение к прошлому – это прямая забота о будущем В начале XIX столетия, когда началась активная застройка Южного берега Появилась острая потребность в своем крымском посадочном материале Тогда и был основан Никитский ботанический сад На этом крохотном пятачке суши, трудами ученых и игрой природы, ювелирно воссоздана миниатюрная копия мира Итальянский пейзаж сменяется растительностью Гималаев Азия мирно уживается с Южной Америкой Круглый год Никитский ботанический сад в зелени и цвету В эти дни бал дают хризантемы Они не боятся первых заморозков и не замечают осенних дождей Они вобрали частичку солнца и щедро дарят свою радость людям Хризантема для японцев – живое олицетворение небесного светила Названия цветка и солнца по-японски звучат одинаково – кико Самых красивых девушек называют о кико-сан Сравнивая с сиянием солнца и прелестью хризантемы На осенней выставке в Никитском ботаническом саду Представлены сотни сортов хризантем Из них десятки дебютантов Этому цветку 2500 лет В Никите хризантема прописалась в 1812 году Открытие бала «Хризантем» – хороший повод совершить экскурсию И оценить новые возможности старого сада Одной из задач Никитского ботанического сада Является научно-просветительская деятельность Ну как людям, где, как ни в ботаническом саду они могут увидеть Это та колыбель, где рождаются эти сорта И поэтому люди могут увидеть все, чего накопила наша отечественная ботаническая наука К настоящему времени Во всех направлениях работы Никитского ботанического сада Четко просматривается идея, заложенная без малого две сотни лет назад Его основателем – христианом Стеваном Это единство науки и практики Сегодня такая связь приобретает особое значение Она помогает старому саду выстоять и сохранить накопленное богатство Увидеть хризантемное великолепие может каждый желающий Выставка продлится до конца ноября А мы продолжим путешествие по Никитскому ботаническому саду В следующем выпуске программы «Крым-курорт» Опадают последние листья, но от этого не грустно Осень подарила нам прекрасные теплые дни Которые способствовали здоровому отдыху, хорошему настроению А значит помогали работе И даже если завтра пойдет дождь, тоже не беда Впереди новый курортный сезон Что такое осень, это небо Плачущее небо под ногами В лужах разлетаются птицы с облаками Осень я давно с тобою не был В лужах разлетаются птицы с облаками Осень я давно с тобою не был Осень в небе шгут корабли Осень в небе проча земли Там, где в море тонет печаль Осень темная даль Что такое осень, это камни Фермы с над черничей не воют Осень вновь напомнила душе о самом главном Осень я опять лишен покоя Осень вновь напомнила душе о самом главном Осень я опять лишен покоя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»